Здравствуйте, дорогие турбинистанцы, здравствуйте, дорогие соотечественники. Две недели тому назад на канале Кагамурада Хадырова было опубликовано видео, это два молодых человека, это Атамура Сапаров и Ахмед Рахманов, они обсуждали лидера ДВТ и первого всенародно избранного электронным голосованием президента нашего государства Мурада Курбанова. Ну вот, там обсуждалась морально-этическая сторона личности Курбанова, было множество комментариев, и один из комментариев оставил я. Причем я его прочту, да, чтобы вы могли услышать и убедиться, сами прочитать о том, что я здесь ничем не кривил душой. Ну, я его прочту не полностью, я его прочту частично, а уже потом я прочту и остальное. Я написал такой комментарий. У Курбанова есть один талант. И это надо признать. Это талант терять соратников. Про друзей я и не говорю. У него их просто нет. Я потерял с ним время и недополучил деньги, которые он мог бы заработать. Короче, Курбанов это потеря времени, денег и дальше сплошное озачарование. Причем озачарование у всех. Вне зависимости от возраста, происхождения и образования. Я рад, что больше в моей жизни этого прохвоста уже не будет. Вот. И, ну, там было множество комментариев. Да и сам ролик гораздо более оскорбительный в адрес Курбанова. И тем не менее, господина Курбанова просто бомбанула. Он среагировал не на ролик. Он среагировал на мой комментарий. И там развернулась целая полемика. Я буду читать его комментарии. И, в свою очередь, буду давать ответ на его, как говорится, выпады. Так как он там ставит определенные упреки. В мой адрес. Ну, и в адрес Кагамонада Хедерова. Итак, первый его ответ. Я повторяю ролик две недели назад. Он пишет. Я вас не терял. Вы предали ДВТ вместе с Хедеровым. Господин Курбанов, а вы вообще кто? И чтобы вам хранить верность, мы вам что, присягу давали? Вернее, я клятву верности. Вы что, из себя возомнили? Я что, вам чем-то обязан? Вы меня кормили, содержали. Все, что у меня есть, это что, благодаря вам, придают друзей, родственников, любимых. Вы ни к одному числу из перечисленных не относитесь. Я зашел в ДВТ тем, что мне приглянулись, мне понравились идеи, которые вы декларировали, потому что вы были говорящая голова ДВТ. Так сказать, рупор ДВТ. И мне эти идеи импонировали. Да, действительно, парламентская республика, демократическое построение и многое-многое, чего вы говорите. Это мне действительно понравилось. Но с течением времени, когда я начал убеждаться, что вы и ваши слова, и ваши дела стали расходиться с делом, меня перестало устраивать ДВТ, мне перестали импонировать то, что вы стали создавать. И я вышел из ДВТ, вот и все. И я вашему ДВТ клятву верности не давал. Понимаете? Я вашему ДВТ ничем не обязан. Она ничего мне не давала, кроме как потери времени и денег. Вы знаете, о чем я говорю. Вы знаете, о чем я говорю. Вот. Ну, я тут написал, я говорю, Курбанов, назовите хоть одного, кто с вами. С самого начала и до сего времени. Кто не предал ДВТ? Это тоже вас, эти тоже вас предали? Я имею ввиду Атамурад Сапаров и Ахмед Рахманов. Слушайте, сколько предателей в ДВТ. Я уже раньше говорил, что вы ни черта не разбираетесь в людях. И либо с вами что-то не то, либо вы не разбираетесь в людях. Вы отвечаете дальше. Что мне оставалось сделать, если постоянно их травили против меня? Атаева мне рассказала, поскольку они с ликой родня, как вы с Хадыровым, точите их против меня и ДВТ. Хватит смелости отрицать это? Итак, Курбанов, я вам вот что скажу. Я скажу вам по-дагестански. Валлах, биляхт Аллах. Если я хоть разу что-то говорил у вас за спиной, а вы тут говорите, что я травил и точил, пускай мои дети завтра не проснутся. Курбанов, неужели вы думаете, что из-за вас я такое могу произнести слово? Но вы сказали, что я у вас за спиной что-то говорил. Кстати, Лика потом вышла и дала вам достойную отпеведь. Типа, что вы, господин Курбанов, курите такое? Что у вас такие галлюцинации? Вот, то есть, и кстати, вот эта ваша реплика, а что мне оставалось сделать? Ну, просто я говорю, какая-то беспомощность. Ну, я отвечаю, да вы просто зайка вас послушайте. Хорошо, ладно. Допустим, мы других травили. А Ахмеда Рахманова, Атамурата Сапарова, кто травил? Кто их настраивал? Я как бы уже все. Не с Рахмановым, не Атамуратом. Я Кашпировского удалил из чата? Когда вы демонстративно, так называемый демократ, игнорируя любые нормы приличия, не спросив даже, зачем, почему я его удалил, вы показали, что вы хозяин положения. Вы показали, что вы здесь главный, Курбанов. Вы не попутали случайно? Я вам не подчиненный. Я вам не раб. Понимаете? Я у вас на зарплате не сидел. Я это делал только благодаря своим идейным побуждениям, порыву души. А вы, вы что-то о себе начали думать. Поэтому я хочу доказательств. Ответьте, как мужчина. Где доказательства того, что я лично точил против вас? Дальше очередная ваша глупость. Не ошибается тот, кто не делает ничего. Как могут вас принизить, если ничего не делали? Черная зависть у вас. Что касается Атавы, в отличие от вас, я не делю на пол и расу. А я делю. И на пол, и на расу. Для меня женщины это женщины, мужчины это мужчины. Человек с черной кожей и человек с желтой кожей. Это две разные вещи. И я делю их. И я абсолютно не стыжусь. Но вернемся к вашим выражениям. И вы говорите, что я ничего не делал. Да вы бессовестный человек. И неблагодарный. Это я ничего не делал. Это я, как админ, ничего не делал. Да вы просто, я не знаю. Да что у вас в голове? У вас совести нету абсолютно. Абсолютно. Черная зависть у вас. Скажите, господин Курбанов, а что есть в вас такого? Что у вас есть, чему я могу завидовать? Материальному положению. Ну, я так думаю, что я не буду говорить, что для Москвы я очень хорошо живу. И если сравнить, допустим, ваш доход в процентном отношении, допустим, ну, может быть, чуть-чуть больше у вас будет. Или, может, одинаково. вряд ли вы сшиваете по 10-15 тысяч евро в месяц. Потому что если половину этой суммы, ну, тогда мы с вами как бы в материальном положении вровень идем. Вот. Еще чем я могу вам... Что есть у вас такого, чему я могу завидовать? Господин Курбанов, вы знаете, я могу одно сказать. У нас в Дагестане есть такое выражение. Мужчина должен посадить дерево, построить дом, родить и воспитать сына. Деревьев я много посадил, дом я тоже построил, и сына родил, и воспитал. Хороший пацан. Вернее, парень. А вот у вас как с этим, господин Курбанов? У вас как с сыном? Я повторяю, мужчина должен сделать. Поэтому, как говорится, если я кому и завидую, я скажу честно, я завидую кому раду Хадырову. Потому что у него три сына, а у меня один. А вот у вас нет сына, и поверьте меня, в вашем положении старину у нас в Дагестане мужчины траур отпускали в бороду, потому что его рот пресекся. Я по себе знаю, что такое выдать замуж дочку. Хочется хорошего жениха, чтобы все сложилось, и это при том, что она закончила университет в Дагестане, и это была проблема. Я это знаю. Я представляю, какая у вас проблема. Не дай Аллах иметь такую проблему, как у вас. Это по поводу зависти. И я вам скажу слова Тамерлана. десять тысяч дочерей не способны заменить одного сына. Так что знайте свое место. И насчет зависти. А как ему надо хадыровую, я действительно завидую, потому что у него три сына. И как вы думаете, если я прямо признаю, что да, я завидую ему, что у него есть три сына, а у меня только один, ну, значит, я не вру и в том, что и вам не завидую. Вот. Или я завидую вашему виртуальному президентству. Насчет предательства. Вы первые стали вести закулисные подковерные игры. Это еще с того генгеша. Когда вы абсолютно игнорируя людей, актив, админов, возомнили из себя главного. Вы знаете, во Франции был такой король Людовик Четырнадцатый. Он говорил, государство, это я. Вы там повели себя так, как Людовик Четырнадцатый. Только вы говорили, ДВТ, это я. Причем админы недоумевали, но вам было наплевать. Демократ вы наш. Вы первые начали закулись подковерные игры. И как Амарат Хадырова это возмутило. И причем эти подковерные игры вы стали играть против него. Потому что я не знаю, чего-то бы вы испугались. Вот. Ну, прочту еще другие ответы. Некоторые люди, хотя их людьми называть не хочется, предают при первой возможности. Виной всему этому зависть. Так вот, мои дорогие бывшие, слава Богу, что бывшие, слава Богу, с предателем мне не по пути. Опять предателем. Соратники, дышите в трубку и завидуйте молча. Вот вы сейчас сказали слово соратники, А вы знаете значение этого слова? Соратник это товарищ по битве, товарищ по борьбе. Это не ваши солдаты, это не ваши подчиненные. Соратниками считаются, а вы перестали считаться. И это у свидетелей, свидетель, огромная масса людей и в этих роликах, где Атамурат Сапаров и Ахмед Рахманов, это явно говорят в то время, когда я вышел из ДВТ из-за конфликта с другим админом. Вы там уже перестали считаться с ними. Это вы так понимаете демократию? И я вам сказал, вы как всегда сливаетесь, как слились на две недели с Дур Султаном. А где вы были, господин Курбанов, когда вы там нырнули глубоко, а мы отдувались в чате? А? Теперь же касается неких тезисов, которые озвучил Ахмед Рахманов. Там у вас был разговор, что вот вы рассказывали, господин, это сейчас я не Курбанову, это я Ахмеду Рахманову, что, дескать, вы вступили в ДВТ 19 июля, и вот пока вы еще ничего не знали, да, и потом вы заявили о том, что, как говорится, Курбанов принизил роль правозащитников. Я могу вам одно сказать. я непосредственно в этом участвовал, да, от и до. Я вам могу сказать одно, Ахмед, правозащитники проинформировали, и надо сказать, надо правду сказать, что очень сильно суетился по этому поводу Мурат Курбанову. Что есть, то есть, да. Он вошел в личный контакт, вот, только он хотел через вось-вось это сделать, ну, не буду рассказывать, но потом мы все-таки собрали деньги на адвоката, и 95% того, что Дур-Султан вышла, это работа адвоката. Он нашел лазейки, он нашел нарушение определенных процессуальных процедур, и Дур-Султан не сразу, но вытащили. А роль правозащитной организации этого хельсинского фонда, оно было такой роль, только заявили, и все. Чтобы они там, как говорится, рубашку на себе рвали, нет, этого не было. И в качестве доказательств того, что я говорю правду, назовите мне хоть одну персону, которую смогли вытащить правозащитные организации, любые из Туркмении, нет, никого. Единственное, Дур-Султан, это благодаря деньгам админов, которые скинулись, которые переслали это в Турцию, и наняли адвоката, там люди, ну, в Турции, который был админ. Все. Все остальные там каждый сам по себе вытаскивал. И, понимаете, вы вот впряглись за правозащитную организацию, вы знаете, если правозащитная организация, она должна заниматься всеми, а не избирательно. Этот ему нравится, этот ему не нравится, понимаете, мне этого непонятно. Почему, например, одних они освещают, а других не освещают. Или вы делаете это для всех, или не нужно, как говорится, делать избирательно для кого-то. Так что, господин Ахманов, это мое мнение. И, кстати говоря, у меня к вам только одна претензия, если уж говорить правду. Вы понимаете, Ахманов, когда я покинул ДВТ, потому что господин Курбанов забурел маленько, в месте следом покинули еще четверо админов. Я знаю, что я вам не нравился и конечно вы мне не написали бы, что почему, из-за чего, но там были другие админы, почему вы никого из них не спросили. Почему? А если спросили, почему тогда вы сделали совсем все по-другому? Потому что вам это было выгодно и вам это было на руку и вы остались через какое-то время один из админов стал и Атамурад Сапаров. Тогда он был Кашпировский. Судя по тому, как это все резко случилось, скорее всего, это была очередная закулисная игра. То есть, как говорится, господин Курбанов готовил запасные аэродромы, запасные пути отхода. Но, как говорится, у него и с этим не получилось. Я помню, как я даже переписывал за Зариной Ахтямовой, как она там рвала, как говорится, свою пятую точку за ДВТ, за Курбанова, упрекала нас в плене. А сейчас, буквально 12 часов тому назад, наш электронный президент опять какую-то антимонию развел на полтора часа все те же самые физиономии, которые одни, но он же не может, один, как говорится, какую-то ведуху нужно создать, там солидность, типа два человека есть, одни и те же персоны, да, и, ну, как говорится, там Зарина Ахтямова написала, покажите, докажите, тут у него, она совершенно кардинально, у него кардинально поменялись отношения к господину Курбанову, и у меня вопрос Курбанову, ее тоже я обработал, ее тоже против вас натравил, или Хадыров, где все остальные админы Курбанов, вас вызывают на прямой эфир на нейтральной площадке, а вы прячетесь, вы открыли эту, как говорится, публичную свою порошню, короче, где вам никто не возражает, и говорите, да, короче, в эфир, эко-мужество, кстати, Рахманов, вы называете Курбанова, мол, трусом, да, я вам скажу, почему так происходит, почему он избегает, дело в том, что господин Курбанов, сенсей айкидо, что такое айкидо, ее называют боевыми искусствами, на самом деле, это, ну, типа такого танца японского, да, запомните, в айкидо нет спаррингов, в айкидо нет соревнований, как в борьбе, в рукопашном бою, в боях, в тайском боксе, в боксе вообще, в дзюдо, у них нет спаррингов боевых, и, чтобы вот эти все приемчики показать, партнер, оппонент того человека, того же самого сенсея, должен поддаваться, потому что, ну, я могу сказать, любой, даже второразрядник по борьбе, размотает, короче, любого сенсея айкидо, потому что, те бойцы, а айкидо нет, это танцы, кстати говоря, ролик будет внизу про айкидо, это не мой ролик, это, ну, наперите в ютюбе про айкидо, там, про это единоборство, хотя они называют это единоборство, но никакое это не единоборство, просто я говорю, в любых боях без правил, найдите хоть одного, кто занимался, его база была айкидо, там нету, там есть борцы, тайские боксеры, кто угодно, ну, там нету айкидо, и поэтому господин Курбанов, каждый человек подсознательно выбирает, что ему приемлемо, каким спортом заниматься, в айкидо нет спаррингов, в айкидо нет реального сопротивления, там есть одно, то есть, он что-то делает, показывает, другой ему поддается, господи, как все красиво, вот, то, как он привык, так называемым, в своем единоборстве, вот так же он себя, это насполирует, и, так сказать, под своей деятельностью, называя ее политической, хотя это не политическая деятельность, это настоящая демагогия, и поэтому, как говорится, да и, уже он и потерял интерес, да, дальше мы пишем, Надирога, вы и Лика прочитайте свои комментарии и мои, у вас обоих изменен, это доказывает вашу неопределенность, сегодня предали меня, а завтра свинью, и Англии, ну, надо было написать, из Англии, господин Курбанов, ну, я там тоже написал, до чего вы докатились, до оскорблений, это же, ну, что это, что за желобство, да, что за, такое дно, да, я, вы знаете, я думал, что с Фархадом Дурдыевым, это было ваше дно, но через какое-то время, мне снизу ДВТ постучало, и сейчас я вам покажу это дно, я специально это не показываю ролик, на голоса вы узнаете, чтобы он, он же любит жаловаться, кляуза писать, страйки писать, вот чтобы у него не было возможности страйк бросить, да, на это видео, я, как говорится, открою это, мне переслали 9 файлов, и все 9 файлов, примерно одно и то же, Эй Джем Баджим, короче, ну вы сейчас послушайте, остальные я не буду поставить, я только самый первый поставлю, да, внимательно слушайте, вот, хочу, чтобы вы все это выслушали, все это выслушали, это такая, знаете, это интеллектуальная дискуссия ДВТ, там 6 человек, и вместе с Курбановым 7, вот это достижение, так сказать, это, ну, знаете, как говорится, то, к чему они пришли, да, и знаете, господин Курбанов, да, я вам так скажу, я от таких людей уже давным-давно держусь подальше, да, ну, не хотелось бы говорить такими словами, но больше других слов, и нельзя сказать, я с такими людьми на одном гектаре срать не сяду, а не то, что я буду сидеть с ними в прямом эфире, но ваш, но для вас это норма, понимаете, да, вы улыбаетесь здесь, я вот же вижу, да, вот, и я вам хочу сказать, Курбанов, вы понимаете, если мне переслали эти ролики, значит, эти ролики переслали другим, и вы не думаете, что оппозицию Туркменистана не анализирует западные спецслужбы, они тоже ищут какие-то альтернативы, тоже какие-то запасные дома, и вот послушав это, уверяю вас, у них есть переводчики хорошие, они уже сделали о вас вывод, и давным-давно, поэтому у вас ничего нету, ни финансирования, ни стройной иерархической организации, вы какое-то аморфное стадо безмозглых людей, и, кстати говоря, Ахмед Рахманов описал, как вас обули на 3050 долларов, какой-то деда, да, это ваш второй талант, вы просто находка для аферистов, понимаете, нельзя говорить, лох это судьба, и, наверное, помните, принтер, деньги на принтер, который вы отправили, 400 долларов, это, как Марат Хадыров сказал, какому-то там, какой-то революционной ячейке, которая будет что-то печатать, ну, что, господин Гурбанов, напечатали, просто самый навороченный принтер, и я отправил ссылку из рекламного вестника Туркменистана, стоил 280 долларов, что там за принтер, за 400 долларов, я не знаю, на этом я хочу закончить, и я вам скажу, господин Гурбанов, любое время, на нейтральной площадке, где вы не сможете блокировать, кого-то выкидывать, я готов с вами встретиться, лицом в лицо, и у меня не будет такого мыш-мыш, который, типа, Зарина Атаева вам сказала, это вам сказала, это, у меня будут конкретные факты, ну, по типу того, как, там же, вы же не только в чате говорили, но вы и в админах говорили, будут факты, типа, как 500 долларов, каждому, кто придет, или, например, про космический корабль, который упадет, китайский, все будет именно по существу, и, знаете, Курбанов, я вам что хочу сказать, вот это, ваши, ваши эти выборы, вот этот фальшак, который, даже есть ролик, где я доказал, на цифрах, на фактах, что это было, это, все это было фальшивка, все это было вранье, я вот одного не понимаю, насколько надо было быть идиотом, чтобы подписаться на это, кто вам это посоветовал, кто вам это посоветовал, участвовать в этом, вы не очень умный человек, Курбанов, и, знаете, я вам так скажу, почему вас так бомбануло, да, именно то, что, как говорится, мой комментарий, потому что я сказал правду, конкретную, по существу правду, а правда, знаете, в чем, то, что вы иностранец, и я читаю буквально свой комментарий, а про иностранное гражданство, ребята, вы, что, только сейчас подняли вопрос, да, я об этом уже давным-давно сказал, ребята, вы долго дозреваете, у него нет ни гражданства, ни цен за оседлости, это фундамент любого выборного процесса, ни в одной стране не допустят до выборов на пост президента, его даже министром нельзя поставить, в лучшем случае заместителем и каким-нибудь советником, или будем переписывать законы под него, тогда чем он лучше, чем беду Мухаммедов, господин Курбанов, даже если к власти демократическая структура придут, у вас очень слабая база вас просто депортирует, вас депортирует за подрывную деятельность, если не посадят, ну, конечно, не посадят, но вам дадут пинка под зад, посадят и в Ашхабаде, и отправят вас в Асфоясе, в аэропорт Шарля-де-Голь, или куда-то ближайший к вашему населенному пункту. Всего доброго! И я напоминаю, любое время, на любой нейтральной площадке я готов выйти в эфир и размотать вас любое время, любое время! Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok